Здравствуйте, уважаемые подписчики, любители цветов и гости, заглянувшие на канал Розовое Хобби. Меня зовут Татьяна. Сегодня мы будем говорить не о розах. Больше месяца назад в наших садах начали свое цветение гортензии. Это красивые и влаголюбивые растения. Гортензия, можно сказать, мечта любого садовода. Это растение с продолжительным красивым цветением при минимальном уходе. Но жаркий август не лучший жизненный режим для гортензий, причем для любых и метельчатых, и древовидных, и крупнолистных. Корневая система у гортензий поверхностная, и если вы не сделали мульчирование почвы, то растения нужно поливать каждый день. В противном случае гортензии опускают листочки и склоняют свои соцветия. Особенно заметно это на крупнолистных сортах. В засуху приходится делать ежедневный полив, особенно тем гортензиям, которые растут на солнечном месте. Но при ежедневном поливе вымываются из почвы полезные вещества, а сейчас гортензии наращивают свои шапочки соцветия, а на некоторых побегах еще только начинают формироваться бутоны. Да и одной водой сыт не будешь, поэтому сейчас нужны подкормки. А чтобы гортензия максимально быстро получила полезные вещества, лучше эти подкормки сделать по листу. Но специализированные удобрения для гортензий уже не стоит использовать, так как они имеют длительный характер воздействия и азота в них содержится обычно больше 10%. Любое удобрение, которое вы хотите использовать в конце лета, будь то фертика, бонафорта, буйски или другие, не должно содержать более 5% азота. Листва на гортензиях должны оставаться здорового зеленого цвета. Если вы заметили пожелтение листьев, то скорее всего это недостаток микроэлементов, железа, марганца, а если появились бурые пятна, то не хватает цинка. Поэтому при подкормке гортензия следует добавить эти микроэлементы. Нехватка каких-либо микроэлементов приводит к заболеваниям гортензии, ослаблению и как следствие нашествию различных насекомых, повреждающих листья. При обнаружении хлороза на листьях я делаю подкормки жидкими минеральными удобрениями с добавлением микроэлементов. В период цветения подойдет монофосфат калия с добавлением микроэлементов в хилатной форме. Я развожу 10 граммов монофосфата калия в 5 литрах воды и добавляю стандартный пакетик, например, хилата железа. Через 5 дней можно сделать другой раствор. В 5 литрах воды я растворяю хилат марганца 5 граммов, добавляю 10 миллилитров силипланта и зеленое мыло как прилипатель. Если у вас не нашлось хилата марганца, его можно сделать самостоятельно. Я развожу марганцовку в воде до бледно-розового цвета. Добавляю 1 чайную ложку лимонной кислоты на 10 литров воды. Этот раствор я выливаю в лейку и обливаю гортензией. Такой душ укрепляет побеги, делает их более прочными, служит удобрением, является антисептиком и стимулирует обильное цветение. Недостаток марганца у гортензии приводит к пожелтению межжилкового пространства листьев и затем к их отмиранию. А лимонная кислота переводит марганцовку в хилатную форму, то есть наиболее доступную для растения. Все подкормки лучше делать вечером. Листья у гортензии не боятся влажности и удобрения дольше будут находиться на листочках, испаряясь медленно и хорошо усваиваются растением. При появлении каких-либо признаков грибковой болезни обработайте гортензию раствором фитоспорина 10 мл на 10 литров воды. Этим красивым растениям еще долго радовать нас своим цветением, поэтому подкормки и профилактика от болезней им понравятся. Подкормку хилатными микроэлементами я делаю всем своим гортензием и метельчатым, крупнолистовым и древовидным. И больше никаких подкормок до весны я не делаю. Осенью нужна будет обрезка, но только не всем гортензиям. Я об этом сделаю отдельное видео. Дорогие друзья, если у вас остались вопросы, задавайте, я на них обязательно отвечу. Если видео вам понравилось, поставьте, пожалуйста, лайк. Подпишитесь на канал, если вы не сделали этого раньше. Уважаемые подписчики, благодарю вас за поддержку. Я желаю процветания вам и пышного цветения вашим цветам. Всем спасибо за просмотр. С вами была Татьяна на канале Розовое Хобби.